Это листовки, что мы террористы. Мы не можем своего добиться. А действия? Что вы будете делать? Мы два месяца просили нормального референдума проведения. Наше нелегитимное правительство нам этого не дает. Мало того, что присылают еще войска внутренние и непонятные спецподразделения. А как вы считаете, что это солдаты? Это народ или это... Ну, они выполняют приказ. Только чей приказ? Потому что главнокомандующего в армии как такового нет. И правительство наше нелегитимное. Захват власти вследствие государственного переворота. А что сегодня утром здесь вообще произошло? Беспонятия. Утром не было. Говорят, вертолет на взлет сходил и взорвался. Потому что вся техника сломана. Димашенко с фишникой все обрадовали. И все. На дни дровах наши военные летают. Ну, я же не обманывал. Я ничего не наговорю. Я гражданин Украины. Чтобы не говорили, что я там российский. Ребята, я не боюсь. Я просто за свои права стою. Ребята, вот. Я гражданин Украины. Вот моя прописка. Краматор. Едут русские, едут террористы. Вот моя прописка. Здесь нет ни русских, ни террористов. Мы своим за слоёк. Почему нам не дают спокойно выставить своё мнение? Мы слышали, что это якобы какая-то техническая проблема была сегодня утром. Возможно, конечно. Возможно. Техника старая. Я вам скажу так. Когда заходила к нам бронетехника, по дороге только я видел, поломалось сразу пять. Я одного даже, не знаю, смешно и больно за украинскую армию бензин закрутил. А вы знаете, оттуда летали, Тойоты, которые там отпустили, вот, и в Денис Тейн. Да, да, вчера, это вчера. И обзывают нас террористы. И что, и совесть имя оккупанты. А наше правительство, губернаторы называют нас москалями и предлагают деньги. Висят бигборды в городе Днепропетровске. Десять тысяч долларов за москаля. Ну, а в нашей такой державе сложилось так, что москалятор есть русское язычностное население. Хотя я могу разговаривать и на украинскую мову, еще трохи, розумею, английскую мову. Они не бесплатно разговаривают, а у нас российская мова. Поэтому мы разговариваем на русском языке и хотим, чтобы мы дали стату второго государства. Але украинскую, я знаю, я громадянин украинской, но они ломают нашу историю. И кажут, что ломают памятники советскому солдату. Это вообще, срывают ленточки с наших ветеранов. И ордена с наших ветеранов срывают. И говорят, что мы оккупанты советские, которые освободили всю Европу от фашизма. Так все надо поломать. Давайте Днепровскую электростанцию поломаем имени Ленина. РСК Олимпийский в Киеве, который построился на Литве Аду-80. Давайте все поломаем. Осталось то, за что мы живем, осталось от Советского Союза. Все построил Советский Союз. Они в Днепровскую и ломают. Только начали жить. Чем мы добились выхода в Европу? Доллар, бензин 16 гривен, доллар 12. Заморозка пенсии, заморозка социальных выплат. А потом коррупция. И ребята стоят непонятно за какую зарплату, непонятно чьи приказы они предполняют. И потом их обвинять террористами, дезертирами обвинят. А если их выполнять не будут, то их обвинять дезертирами. Как 25-ю дивизию десантную, которая сдала. Мы должны так же поплатиться, как и остальные. Ребята, мы не хотим войны, честно. Мы хотим спокойно высказать свое мнение. Дети домой, откуда приехали. Я спросил, сказали народ, но я сейчас точню. Нашу группу. Давай я с тобой говорить, либо писать видео, потому что я тебе все равно его потом отдам. Я сейчас... Да, я понимаю, приказ есть приказ. Преступные. Преступные.